ребят всем привет скажем так прямое практически включение значит видите поршенек отгадайте чем я занимаюсь люди которые давно подписаны и следят за моими видосами наверное уже понимают то есть это поршень двигателя b3 двигатель этот устанавливается на всяческие mazda скажем так ряд автомобилей mazda объемом 1.3 то есть серия двигателя b3 и там всего классификациями модернизациями и так далее это 1.3 16 клапанный со дна распредвальный грубо говоря голова очень очень похоже на митсубоновскую значит что мы делаем в данном случае как я говорю люди наверное уже некоторые догадались то есть поршневую вставляем старую вот произведена первичная чистка в данном случае доводим модернизируем данный поршень опять-таки обратите внимание на канавку особенности маслосъемные вы поймете о чем речь глянув еще на дрель со сверлом диаметр 3 миллиметра собственно говоря как и ширина этой канавки ну да ладно значит данный двигатель стуканул стуканул по корню как бы ни было странно очень большой задир на первой шейке ну там и 4 немножко 2 как бы ну суть в том что первое в ужаснейшем состоянии там уже нету 25 соток думали шлифануть под 0 25 шлифовщик промерил все кирдык значит не вариант не знаю чем это связано обычно в первую очередь знаем у нас шатун стучит а тут корень может такая подгонка была может никто не заморачивался до этого шатуны проверил на месте все отлично по три раза каждый поршень продергал нету но и по вкладышам они скажем так боль-мень вполне в приемлемом состоянии значит а вопрос 1 писать ли мне этот видос вам по сборке данного двигателя интересен ли будет он вам б значит конечно прошу прощения подписчики вижу комментарии идут никак я не соберусь духом и ответить на то энное количество комментариев если честно банально нет времени тут не только мне в гараже надо суетиться но еще и семье помогать и по дому что-то делать поэтому извините как появится время обязательно отвечу до живу и в поле если кого интересует там бывают такие вопросы какого города туда если ты так но то если что пообщаемся обязательно отвечу только лишь вопрос том когда и вопрос третий видос когда я пишу вот допустим последний вид последнее видео 47 минут то есть у меня первая часть видео по peugeot 407 двигатель 18 там разборка дефектовка было в районе 20 с лишним минут если я не ошибаюсь под 30 минут вторая часть вообще у меня было около часа этом постарался повырезать лишнее там то что то все получилось 47 то есть напишите тоже как интересно ли когда видео такое длинное или делить его допустим 47 минут разделить еще на две части скажем так что придос у меня получился не из двух частей а с трех вот как бы как вы скажете как вам удобнее там посмотрим по сообщениям каких больше так и буду поступать мне абсолютно все равно то есть что 23 минуты вам смотреть что 47 может кому-то так удобнее разом одним махом глянул и все ну да все а тут сейчас смотрите принципе я вам несколько отображу свои действия если кому интересно как это делается в принципе никому не секрет стараемся есть у меня видос сейчас я вам выставлю этот но там когда берусь до компьютера через день может другой ссылочки на тот видос для чего сверлят поршни с объяснениями я вам выставлю единственное что я сейчас пришел к выводу что делаю максимально широкий то есть по полной ширине фаски 3 миллиметра у нас фаска и 3 миллиметра сверло беру берем атаку стараемся аккуратненько я и боюсь сильно зажимать поршень потому как чтобы его не повредить не делать никакие конски смотрите грубо говоря одно отверстие готово четкость бы еще нашло быстро вот все четенько по всей ширине делаем вот здесь вот второе соответственно разворачиваем поршень там два и все и поршень готов но собственно говоря вот у нас на четвертом уже сделан 1 2 3 4 свои родные но не закоксованные от них мало толку там длинный канал поэтому он быстро закоксовываются и ни к чему хорошему это не приводит значит сверли моем вычищаем их окончательно и собираем вот таким получился видосик ждут вас комментариев еще раз жду от себя времени ответить на ваши комментарии ранее написанные все ребята всем удачи скажем так предохраняйтесь в плане сами понимаете чего к вид 19 будьте внимательны осторожны не болейте конечно же всем удачи всем пока